В этих ангарах в 90-х годах проводили рейлы. Кстати, еще одна мысль у меня возникла по поводу этого аэродрома. Узиасты-то какие-то, открыли фотовыставку. Будущий лауреат Нобелевской премии. Здесь у нас находится Балтийское море. Это ангар 4. Яна из Красноярска, привет. Поэтому быстрее приезжайте в Балтийск. Здесь очень классно летом погулять. Памятник Петру Первому. Это, в принципе, не удивительно, что этот памятник находится в бывшем городе Пилау. Потому что Петр Первый, как известно, в своем путешествии в Европу и обратно, останавливался в Кёнигсберге, также приезжал в Пилау. На постаменте памятника Петра Первому имеются различные барельефы. Один из них изображает Полтавскую битву. Следующий барельеф у истоков российского флота. Здесь у нас дипломатическая миссия Петра Первого. И, значит, вот изображающая как раз-таки рукопожатие между Западом и Россией. И здесь, конечно же, герб Российской империи. Через этот рог у нас находится крепость Пилау. Она была заложена нашими шведами. В этом бывшем немецком городе когда-то осели шведы. Город Пилау был захвачен. И шведы построили здесь крепость в виде пятиконечной звезды. Шведы со временем потеряли интерес к этой крепости, к Пилау, как к оборонительному сооружению. И жители города Пилау выкупили за 10 тысяч талеров эту крепость. И шведы свалили отсюда и больше здесь не находились. По дворам Балтийской можно видеть это, скорее всего, новое здание. Построили его недавно. И вот за ним можно видеть старое немецкое здание. В сегодняшнем Балтийске находится также старый маяк. Он также работает. Ну, уже автоматический маяк. Ну что, поехали на самую западную точку. В России с Балтийска ходят паромчики почти каждые два часа. Стоимость туда-обратно 70 рублей. Предлагают также катера. Это уже частники, видимо, которые стоят в одну сторону 100 рублей. На катерке, конечно, как говорится, с ветерком. А на пароме по расписанию и чуть-чуть подольше. На другом берегу, на косе Балтийской, можно взять велик и тут кататься по всей косе туда-обратно. 100 рублей прогулочный велосипед, 150 горный. Карта интересная, где показана дорога на западный форт и также на старый аэродром. Может быть, он на самом деле еще и работает. Можно вот приехать, взять здесь велик и рвануть до польской границы. Так выглядела старая пристань. Кстати, здесь можно также лошадь взять в прокат и на ней покататься. Люди, которые здесь живут, они здесь содержат огороды, продают огурцы, помидоры. Также, соответственно, здесь очень много необработанного янтаря продается. Но, как известно, большие камушки из Калининграда и Калининградской области вывозить нельзя. Поэтому имейте в виду приличные домики. В Калининграде даже зачастую с трудом можно такие встретить. Отреставрировано, очень шикарно выглядит. Но, наверное, здесь все-таки с продуктами и с продовольствием тяжеловато. И чтобы сюда привезти, это все будет намного дороже стоя, чем там, на берегу. То есть сейчас мы отрезаны от России вообще не то, что Калининградским анклавом. Мы сейчас отрезаны от России вообще проливом, Балтийским проливом. А отрезаны проливом этот рынок на Балтийской косе. Западный форт и конструированная схема. То есть он был обнесен рвом. И вот, соответственно, строился в эти годы, в 19 столетии. Задача этого форта была оборонять пилаут. Смельчаки лазают прям по всем этим руинам. Кирпичики все тесаны водичкой. Явно водичка сюда захлестывает по весне, по осени. Но туда дальше, конечно, опасно идти. Вот, все это так выглядит. Как вы понимаете, там был ров. Это все смыло. Здесь, на самом деле, очень опасно ходить и ни одной таблички не стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Этузиасты какие-то открыли фотовыставку. Там такие фотографии романтические, очень красивые. И рассказывающие о природе и живности данной территории. Подписаны некоторые фотографии, где это сфотографировано. Вот, и кто автор, непонятно. Старый камин. Старый камин. Ничего себе. Здесь, видимо, вытяжка была. Точнее, туда уходила. Здесь уже, наверное, пробили дыру. Я так предполагаю, раз это было военное, фортификационное сооружение. Скорее всего, здесь подавались снаряды внутри. А внизу было хранилище тех самых снарядов. Вот это я не знаю, что это. Тоже, что это камин? Ну, короче, возможно, вентиляция. Это, наверное, вентиляция, да? Интересно, на самом деле, что здесь можно было бы сделать. И туристы, ну, не знаю, приезжали бы, наверное, какой-то аттракцион им придумать, чтобы их сюда завлекать. Но зато можно было бы таким образом отреставрировать данную территорию. Это самый западный форт России. Поэтому было бы неплохо сделать ему какое-то русское publicity и тем самым привлекать сюда туристов. Вот мы можем видеть часть вообще сооружения, куда на самом деле можно по воде добраться. И там, как мы понимаем, тоже вот как раз таки форт и проходил. То есть вот до той территории, скорее всего, все эти столбики в воде – это обозначение рва. И после этого рва еще был небольшой берег, скажем, что метров пять шириной. И вот после этого только начиналось море. Сегодня море уже дошло до этого форта. Вот, смотрите, вот я стою с краю и такая внизу дыра. И, в принципе, вот на противоположной стороне люди тоже ходят. Но это очень рискованно, товарищи. Ну, вот хотя бы, я не знаю, ну, блин, повесьте какие-нибудь обозначения. Потому что, ну, может кто-то обвалиться и свалиться туда. У нас люди как бы мало, это самое, больше полагаются на авось. Поэтому, ну, я бы, честно говоря, тут здесь какие-то столбики поставил, обозначающие опасность. Я сам хожу вот по краю. Поэтому, ну, как говорится, на авось. Очередной стенд и информация для вас. Вот так вот здесь проводят укрепления дюн, чтобы они не разлетались. Такая же методика используется на Курской косе, да. Стелла и доска. Улица названа именем Герве Советского Союза. Гвардии капитана Никасова Леопольда Борисовича, погибшего при штурме Балтийской косы 26 апреля 1945 года. Да, в апреле 1945 года здесь были бои так же, как и в прежнем Кёнигсберге. Вот, вот такие домики здесь. Ну, вот только детские площадки говорят о том, что мы находимся в России. И, конечно же, гостевой дом, буфет в нужном направлении. Смотрите, даже Мерседес проезжает. Вот. Такое ощущение, что мы находимся где-то вообще не в России. Вот. Но Мерседесы проезжают. Где мы? Написано «Ржавый город». Интересно, что это такое. Находимся на старом немецком военном аэродроме. Взлетная полоса. Там у нас ангар 5, дальше ангар 6. В следующем, видимо, ангаре 3 имеются еще башни сохранившиеся. На этой части она разрушена, и люди туда поднимаются, опять же, на свой страх и риск. Здесь, по-любому, были гидросамолеты у немцев. Вот, скорее всего, их спускали на воду здесь. Плиты уходят под воду прямо вот на глубину. Территория достаточно большая. Здесь очень много можно было самолетов разместить. Что удивительно, ангары-то, посмотрите, они не разбомблены. Даже во время британских ковровых бомбардировок центра Кёнигсберга, здесь ничто не пострадало. То есть военные объекты остались целостями. Кстати, еще одна мысль у меня возникла по поводу этого аэродрома. Его специально построили на этой оконечности косы, на этом побережье, где выход к заливу, потому что здесь меньше волны. И, соответственно, для гидросамолетов это более благоприятные условия для взлета. Потому что если бы строили со стороны западного форта, то тогда бы, ну вы понимаете, что там волны побольше даже в летнюю погоду. У братской могилы советских воинов, погибших в апреле 45-го года при наступлении на город Пилау. Вот. Братская могила образована на месте первичного воинского захоронения. Захоронено около 700 воинов. С двух краев у входа спиленные тополя. Вековые, я думаю. И на них высечены звезды. Низкий поклон всем бойцам, погибших за освобождение будущего города Балтийск. Вернулись обратно в Балтийск и находимся сейчас на набережной. На самом деле на этом месте раньше находился памятник Фридриху Вильгельму. Памятник не сохранился. Здесь установлен памятник Петру Первому в 98-м году в честь 300-летия морского флота России. Приведу для обзора фотографию вот этой набережной. В 33-м году она сделана. И здесь стоял трехмачтовый парусник Горг Форг. И он был сделан в Германии. Как раз таки на этой фотографии можно прослеживать, как на корме этого парусника там можно видеть, что это был нацистский флаг. В свое время по репарациям отошел к Советскому Союзу. Этот парусник снимали во многих советских фильмах. Их можно на самом деле посмотреть в интернете. Он назывался Парусник-товарищ. Парусник в советское время был приписан Украине. И в 90-х годах Украина по дружеским отношениям с западной Германией передала, ну продала точнее этот парусник. И немцы восстановили его, потому что он был в очень плачевном состоянии. Город был назван Балтийском в 46-м году. Переименован из Пилау. То есть в апреле 45-го года велись бои за этот город. Памятник архитектуры муниципального значения мемориальный камень в честь 25-летия Балтийска в память о героях штурма города Пилау. Это старый немецкий дом. В нем был отель, где останавливался Иосиф Бродский. Покажу вам памятную доску об этом событии. Иосиф Бродский тогда был внештатным корреспондентом, не помню какой газеты. И он приезжал сюда специально, чтобы осветить спортивные состязания. Вот, пожалуйста. Ну вот как бы будущий лауреат Нобелевской премии поэт Иосиф Бродский был в этой гостинице. У немцев в этом здании располагалась гостишка. Примечательность аттракциона это вот такие ручные лебеди, практически ручные. То есть вот туристы могут кормить их с рук и они не боятся ничего. Прямо заходят из воды, выходят из воды на берег и с рук едят. Даже имеется табличка правила кормления лебедей. Смертельно опасно. И мы подходим к старинному зданию. Раньше в этом здании у немцев располагался окружной суд Пилау. Сегодня там расположен музей Балтийского флота и вот можно видеть старинную архитектуру немецкую. Типичные фасады такие. И напротив за этим домом можно видеть старый по-любому немецкий дом с башенкой. Улица с советскими домами отстроенными. Но их пытались писать в облик вот этих старинных зданий. Напротив музея Балтийского флота располагается сегодня православный собор. Раньше явно это была кирха, скорее всего протестантская. Да, это сегодня кафедральный Свято-Георгиевский морской собор Балтийского флота. Бывшая реформистская кирха города Пилау. Построена в 1886 году, восстановлена в 1991 году. Во многих старых немецких городах, в том смысле уже не немецких, осталась такая брусчатка и она до сих пор создает свою атмосферу. Передает вокруг вот этих домиков. Сегодня мы прям вот можем здесь проходить, гулять и смотреть. Что интересно, вот здесь явно не велосипедные дорожки, но это скорее всего было для того, чтобы вода уходила и впитывала землю быстрее. Мы видели братскую могилу на Балтийской косе. Там 700 бойцов захоронено. Здесь 440 человек. Опять очередной низкий поклон бойцам Красной Армии, которые освобождали данный город. Заканчиваю обзор города Балтийска. Город небольшой. Приезжайте также в Балтийск, катайтесь на пароме, ну и конечно же съездите на Балтийскую косу. Это просто важно, потому что там летом шик. Здесь недалеко есть еще очень хорошее место Витланд. Буквально в 10 минутах езды от Балтийска. Будете в Балтийске также заезжать и в Витланд.